В непосредственной близости от Колизея, на римской улице Виадели Карине, вот уже почти пять лет действует русское слово. Школа для ребят из русских, украинских, белорусских и смешанных славянско-итальянских семей, которые могут здесь не только постигать азы русской речи, но и впитывать русскую, а в широком смысле восточнославянскую культуру. Празднование Старого Нового Года и Рождественских Святок – одна из таких традиций. Школа русского языка – русское слово, которое существует уже несколько лет, а начиналось у нас с нашего храма в городе Риме, прихода святителя Николая, русской православной церкви. И потом мы перешли сюда, потому что школа стала разрастаться, сейчас уже в школе более двухсот детей в возрасте от двух до восемнадцати лет. Естественно, помещения, которое было при церкви святителя Николая, не было достаточно, и мы перешли в другое помещение. Помещение другое, но суть та же. Школа здесь не в отрыве от церкви, а под ее покровом. Вот и поздравить ребят, как зрителей, так и актеров старо-новогоднего представления, с праздниками пришли священнослужители Никольского храма. Сегодня наступил настоящий, мы говорим, Новый год по юлианскому календарю, и мы воспоминаем пришествие Мир Христа Спасителя. Бога стал человеком, Бога-человеком. Что мы можем сделать для Господа? Мы можем многое сделать. Помогая друг другу, помогая своим родителям, помогая бабушкам и дедушкам, делая добрые дела, мы совершаем заповеди Господни, чтобы небо было к нам ближе, и чтобы было открыто оно для наших бессмертных с вами душ. Я ребенка крестила здесь, в нашей православной церкви, в православную веру. Многие семьи, которые сюда приходят, семьи билингвые, то есть один родитель, как правило, это всегда мама, это русский, и второй для родителей, это итальянец, то, конечно, ребенок, который живет в реальности итальянского мира, который ходит в садики итальянских, окружает все итальянское, это очень важно, чтобы они знали свой второй родной язык. И эта школа – прекрасная возможность развивать в них их талант к второму языку. То, что таланты в школе «Русское слово» есть и их умеют взращивать, продемонстрировали актеры школьной театральной студии «Питер Пен», поставившие спектакль в 12 месяцев. Для многих ребят, которые в повседневной жизни больше говорят на итальянском, это был дебют. Но в школе «Русское слово», а также в материнской для нее школе русского языка имени Николая Васильевича Гоголя, первого учебного заведения такого типа при Никольском приходе, основной задачей является образование, как работа над кристаллизацией в детских душах, образа Божья. Италия, хоть и страна с глубокими христианскими традициями, ее общество также подвержено влиянию глобальной либеральной культуры, которая стирает различия между добром и злом, поэтому за детей надо бороться. Мы, когда приходим к батюшке, мы садимся за большой стол длинный, и он нам рассказывает интересные истории, и там какой-то критерий. Если ты что-то плохое сделаешь, тебе это вернется, а если сделаешь что-то хорошее, оно тоже вернется. Отец Вячеслав рассказывает про всякие случаи, которые нас учат хорошо обращаться с другими людьми, никого не обижать. Объясняют ситуации, в которых надо поступить вот так, а, например, не в другом виде. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз», Рим, Италия.